Еженедельно о самом главном. Смотрите 7 дней на ТНВ. Ну, рано или поздно и Володя закроет дачу на зиму, как это уже сделали многие садоводы. Люди покидают садовое общество, почему-то оставляя в них домашних животных, обрекая на верную смерть. Это ужасная ситуация. И в нашей студии гость. Это Дарья Раёк, активистка общественной организации «Зоозабота». И главный гость – кот Зефир. Доброе утро. Доброе утро. Мяу-мяу-мяу. Скажите, пожалуйста, Зефир до сих пор ищет дом или уже всё хорошо у него? Зефира я подобрала полтора года назад. Изначально я планировала искать ему дом, но он так органично вписался в нашу семью, подружился с собаками, что, в общем-то, он остался. Ну, давайте мы сейчас плавно свяжемся с темой, с которой мы начинали. Многие оставляют животных на дачах или просто, если им что-то разонравилось, просто оставляют животных на улицах. Как с этим бороться, как объяснить людям, что нельзя? Это живое существо. У нас вообще в обществе проблемы с ответственностью, по-моему, в последнее время. Нам постоянно кажется, что кто-то придёт и за нас сделает. Кто-то придёт и за нас уберёт мусор, кто-то придёт и за нас уберёт в подъезде, кто-то придёт и за нас заберёт наших животных, за нас будет решать проблемы, которые у нас возникли. Мы этого делать не хотим. Я не знаю, честно, как с этим бороться. Говорить об этом, да, но, к сожалению, опять же, к сожалению, у нас в последнее время работает только то, что идёт сверху. То есть когда у нас государство будет выделять больше времени и денег на социальную рекламу, где будет говориться просто об ответственном отношении к животным, большинство проблем не возникнет у людей. То есть не будет брошенных котят, потому что нужно говорить о стерилизации домашних животных, что это правильно, что это нормально, что это гуманно, и так делают во всём мире. Нужно говорить о том, что любая проблема с животным, она решаема. Есть сейчас огромное количество специалистов, зоопсихологи, филинологи, они доступны, ветеринары. Любая проблема решаема, ну, нужно просто немножко... То есть давайте сейчас мы проговорим этот момент, да, по поводу решаемости проблемы. Вот, допустим, родители купили своему ребёнку собачку или котёнка. Он лето побаловался. Да, лето побаловался, поигрался с ним и разонравилось. Что делать? Ну, это как раз... Понятно, что лучше не допустить. Ответственности, когда вы покупаете животное, вы его покупаете не ребёнку, ваш ребёнок не работает, он не будет тратить на него деньги. Ваш ребёнок ходит в садик, он ходит в школу, у него совершенно другие обязанности. Когда вы заводите животное, нужно понимать, что вы заводите его в первую очередь себе, и ваш образ жизни полностью поменяется. И ребёнку, опять же, нужно внушать, что он за него в ответе. Безусловно, но не ребёнок, как правило, принимает решение о том, что окошечко мы оставим на даче, не ребёнок. И ребенок это видит, и ребенок это запомнит. Хорошо, а есть другая категория людей, вот они увидели брошенные животные, они начинают звонить тоже в зоозащиту, в зоозаботу, и говорят, спасите, помогите, это правильно вообще? Ну тут немножко вопрос неправильно-неправильно. Очень здорово, что они звонят, но вопрос формулировки, то есть формулировка спасите-заберите, она не то, что неправильная, она бессмысленная, потому что нужно понимать, что зоозащитная организация, это всегда... Волонтеры? Это волонтеры, это, как правило, 2-3 человека административная единица и 5-6 человек постоянных активных членов этого общества. Все остальное это волонтеры, которые каждый помогает по мере своих сил. У нас нет муниципальных приютов. Ни одной зоозащитной организации, ни одной зоозащитной организации не выделяет деньги ни республика, ни муниципалитет. Абсолютно те зоозащитные организации, у которых есть собственный приют, они содержатся на собственные средства и на пожертвования. Поэтому, если у вас кошечка родила на даче, это ваша ответственность. Никто не приедет и не заберет ваших животных. Берите, спасайте. Мы можем подсказать, как это сделать. У каждой зоозащитной организации есть договоренность с рядом клиник, где можно льготно осмотреть животное, где также со скидкой предоставляется ряд услуг. Мы можем подсказать алгоритм, как пристраивать животное. Да, как это сделать? Ну, собственно, да, с самого начала мы видим, давайте возьмем простой котика на улице. Вот в подъезд выхожу, и вот кошка катилась. И что делать? Ну, в первую очередь, вы берете все это хозяйство и несете к ветеринару. Потому что, безусловно, первое – это ваша безопасность, это безопасность ваших детей и безопасность тех животных, которые у вас уже есть в доме. Ветеринар вам должен сказать, что осмотреть, что нет, ну, в первую очередь, лишая – такая вот самая распространенная штука – инфекционных заболеваний. И дальше, в любом случае, к сожалению, невозможно пристройство без передержки. Передержек в городе не хватает. Повторюсь, что приютов, которые заберут животное, откуда будут пристраивать, их нет. Они все… Все, что есть, оно частное и оно переполненное. Поэтому вы берете животное к себе и в идеале изолируете его хотя бы на две недели. Балкон, клетка. То есть, опять же, чем может помочь зоозащитная организация в этом вопросе? Мы можем помочь вам найти клетку. Вы можете на наших ресурсах разместить объявление о том, что вы ищете передержку, то есть за денежку, бесплатно. Вот это то, чем мы действительно можем помочь. А дальше вы фотографируете и размещаете. На самом деле, никогда не знаешь, где выстрелят. Рассказываете знакомым, размещаете собственные соцсети. Опять же, соцсети зоозащитных организаций, у нас их несколько в городе. Инстаграм, газета, объявления на улице, объявления в подъезде. Что-то всегда сработает. Если вы хотите помочь, вы берете, помогаете, и у вас получится в любом случае. Мы, как сердобольные новые хозяева, хотим найти постоянных хозяев. Как проверить этих людей, чтобы они оказались добропорядочными? Не мошенниками. Ну, в первую очередь, опять же, мы заходим в зоозащитные группы, и в каждой зоозащитной группе есть черный список. И это то, что в первую очередь нужно посмотреть. То есть там есть данные людей, там есть перечень телефонов, неблагонадежных людей. Кто, может быть, когда-то брал, отказался, как-то неправильно. Это же такой еще момент. То есть когда зоозащитники пристраивают животных, они всегда на связи с хозяевами. И они всегда, во-первых, животные отдаются под договор ответственного содержания, где прописано, что в случае, если у вас что-то не срастается, и даже в случае переезда, аллергии, все что угодно, вы звоните, и ваше животное заберут обратно. Только не на улицу и не кому-то там. Ну, собственно, как проверить, да? Лучше всего, если вы просмотрели по этим черным спискам, там ничего подобного нет, лучше, если человек приедет к вам, познакомится с этим животным. Пообщавшись с человеком, в общем, нет стопроцентных рецептов, есть интуиция. Да и животное редко ошибается, мне кажется. И на самом деле это да. То есть я могу рассказать миллионы историй, когда, ну, вот просто ты видишь, они вот совпали, и все, и у тебя нет сомнений, что дальше все будет хорошо. Сама честно признаюсь, пристроила несколько вот так животных, и вот переживаю за них. Будем надеяться, что людей добрых и сердобольных будет как много больше. Давайте еще раз покажем нашим телезрителям замечательного зефира, и как здорово, что у него появилась такая прекрасная хозяйка. Да, Дарья, спасибо большое.